Приветствую вас. Первое, что хочется рассказать, это, наверное, то, что, ага, желать внимания, потребности во внимании, это нормально. То есть, это базовая, одна из базовых потребностей человека, потребность во внимании. То, что вы хотите чувствовать себя значимой, это естественно, это нормально, это адекватно. Не совсем нормально и адекватно является то, что вы хотите получить это, то есть, внимание вы хотите получить от людей, которые для вас обладают какой-то значимостью. То есть, от людей, которых вы, по сути, считаете, называете для себя интересными, важными, и, значит, ну, ценными, значимыми и так далее. Вот, то, что речь идет именно об этом, то есть, именно о том, что вы считаете людей важными, каких-то, каких-то людей вы считаете для себя важными, вот это вот нуждается, пожалуй, в корректировке, и корректировке достаточно тщательной, потому что человек, когда он кого-то из людей считает для себя интересным, ну, как правило, это механизм проекции, да, то есть, вы ставите других людей в той или иной степени выше себя. Вот, вот он звезда, вот он, там, такой, вот он такой, да, или, там, она такая, вот, вот это идеализация. Вот, идеализация, это, по сути, перенос на человека конкретного своих собственных желаний, в данном случае, ваших собственных желаний. Так что, жажда внимания, потребностям внимания, это нормально, вот, то, что вы хотите действовать себя, значит, ну, тоже нормально, но вот то, что вы хотите этого от чужих людей для вас, и от непростых людей, а именно тех, которых вы считаете интересными людьми для себя, вот, вот, это следствие того, что, вот, вы переносите, вот, это перенос. Вот, вот этот перенос такой, достаточно тонкий, деликатный, в том смысле, что он не всегда осознаётся, не всегда понимается, ну, просто если вы, вот, как-то, последите, да, вот, если вы, просто, если вы проследите, проследите за тем, например, каких людей вы называете значимыми, да, каких людей вы считаете ценными, чем они значимы, чем они интересны. Вот, если вы для себя на этот вопрос ответите, если вы это преследуете, то я полагаю, что ответ вы найдёте. Далее, поскольку потребность в том, чтобы быть значимым есть у каждого из нас, такая потребность есть у каждого из нас, то и в вас в том числе есть определённый заряд энергии, который вам необходимо реализовывать, ну, самостоятельно. То есть, как раз таки для того, чтобы чувствовать себя значимой, вам нужно совершать какие-то действия. К примеру, заниматься любимым делом, да, допустим, а делать что-то для, ну, для людей других вокруг вас, которые, например, и так далее. Такая история. И вы этого не делаете. То есть, вы не реализуете свои желания, вы не реализуете свой потенциал. Вот. Вместо этого, вместо этого вы ждёте от людей вокруг вас, значит, что они вам, собственно говоря, добудут. Дадут вам то, в чём вынуждают. Это показывает и демонстрирует некую ориентированность на социум. Такая вот излишняя социальная ориентированность, если можно так выразиться. Происходит это из-за того, опять же, что себя вы обесцениваете, свои чувства вы считаете незначимыми, свои желания вы считаете неважными. Вот. Ну и, соответственно, чувства свои вы склонны, по всей видимости, подавлять. Я здесь, опять же, не берусь утверждать это наверняка. Вот. Вот. Но мне почему-то вот так видится показ на данный момент, на данный момент, именно на данный момент. Вот. Далее. Вы пишите о том, что это чувство, оно у вас давно. Если это чувство у вас давно, то я смею предположить, что когда-то, когда-то этого чувства не было. У вас. Значит, оно в результате чего-то появилось. Было бы вот, знаете, неплохо понять и исследовать, когда и с чего оно появилось у вас. Там были какие-то обстоятельства, например, или, может быть, были какие-то еще аспекты, вот, которые привели к появлению. Появлению данного чувства, данной эмоции. Вот. Вот. То есть, этот аспект, значит, тоже необходимо исследовать. Дальше. Дальше. Вы пишите следующее. Значит, давно присутствует в жизни такое чувство, что постоянно хочется внимания повышенного от окружающих, не от родных, знакомых, а от чужих ярких, интересных людей. Вот. Яркий, интересный человек. Это предмет вашей проекции, предмет ваших проекций, которые, точнее, необходимо разбирать. Тут необходимо разбирать, как, кого вы считаете ярким, интересным человеком, по какому, ну, по какому критерию вы выбираете этих людей, почему они вам кажутся яркими и интересными. Вот. И, соответственно, это нужно разбирать, потому что все это, очевидно, есть в вас. Я так полагаю, что человек, вы такой, достаточно дворческой натуры или артистичной натуры, мне показалось, что вы, наверное, все-таки больше даже артистичной натуры человек, нежели чем первая. Вот. Ну, тем не менее, да, то есть, этот момент нужно исследовать. Далее. Ни цветов, ни подарков от мужчин, а просто внимания, теплоты. Ну, вот, значит, про внимание я уже вам сказал. Значит, ну, именно вот, именно то, что касается внимания. тепла, именно тепла, а если мы говорим о тепле, то здесь, конечно, может быть недолюблен. Здесь может быть недолюблен. Это совершенно точно и очевидно. То есть, теплота, это все-таки именно больше про то, что вас, вероятно, вот недолюбили. Хотя, конечно, может быть, это и не так. Дальше, это проявляется в разных случаях. Например, приходя в спортзал заниматься, мне все время кажется... А, так, мне все время кажется, что я что-то делаю лучше, а меня не хвалят, или, наоборот, постоянно мучаюсь, что-то не получается, настроение ко мне не подходит и не смотрят на эту сторону. Ну, по поводу похвалы, это у вас, опять же, такая достаточно детская эмоция, детское чувство, то есть, вы нуждаетесь в одобрении людей. Вот. Что же касается, значит, того, что вот, когда у вас не получается чего-то, да, и вы хотите, значит, чтобы, ну, вам помогли. Это вот такая детская, на самом деле, позиция, то есть, опять же, это не ориентированность на себя. Ну, опять же, это такая достаточно незрелая позиция, да, позиция безответственности. То есть, не принятие личной ответственности. То есть, вы приходите в спортзал для чего? Чтобы вас, ну, чтобы вам одобрение было? Или как, или что? Ну, то есть, этот момент, значит, соответственно, такой. Вот. И, в общем-то, вы предлагаете именно людям, да, другим людям, индикатировать, то есть, отображать вашу ценность, вместо того, чтобы самостоятельно ее демонстрировать. Обычно эта демонстрация возможна, когда, ну, родители додали достаточное количество тепла и заботы. Вот. У вас, видимо, этого нет, как я полагаю. Дальше. Вы пишете, то есть, как будто меня нет и нет на этой тренировке, а к другим тренерам подходит. То есть, здесь у вас имеется аспект сравнивания. Вы сравниваете себя с другими людьми. Сравнение себя с другими, ну, это, опять же, помимо обесценивания и принижения своих личных достоинств, да, помимо того, что человек себя не принимает. Помимо этого, сравнение себя с другими обозначает, что у вас, ну, нет достоверных представлений о себе. Родители вам, ну, видимо, не объяснили, не показали, какая вы, не рассказали вам о вас же. Да. Вот. То есть, это примерно такая история, это примерно вот такой момент. Значит, нужно исследовать себя, исследовать свои плюсы, исследовать свои позитивные аспекты, свои позитивные стороны, это очень важно. Дальше. Так, у меня после таких тренировок настроение портится и уже не охота тренироваться вообще. Ну, это, это вопрос о том, как вы, опять же, относитесь к себе, как вы относитесь к себе и, наверное, наверное, это вопрос о том, что вы делаете для себя. То есть, вот у меня, например, сложилось такое впечатление, что для себя, именно для себя, вы, ну, вообще практически ничего не делаете. То есть, что вы делаете всё, вот ради одобрения какого-то, ради одобрения какого-то, значит, ну, ради одобрения других людей. Вот. Такое вот у меня сложилось впечатление, да, такие у меня сложились эмоции по данному вопросу. Вот. Хотя, безусловно, я здесь, опять же, могу ошибаться, но, ну, то есть, какие-то корректировки, безусловно, имеют место быть. Да. Но, по моему мнению, дело всё в этом. Дальше, то есть, что вы делаете для себя, для чего вы тренируетесь. Ещё один пример. Проявление данного настроения сделано на культурных мероприятиях, когда сидишь в зале и слушаешь, например, значит, песни на концерте. И ведь бывают такие чудеса, артист песни посвящает кому-то. Вот это именно то чудеса. По какому критерию вы думаете, артист выбирает, кому посвящать песню? То есть, вот опять же вопрос, как вы думаете, по какому критерию человек выбирает? Вы думаете, он выбирает кого-то, кто ему понравился? Вы думаете, как это всё происходит? Вот. То есть, ну, просто вот сами вы что думаете по данному вопросу? Как, как вы считаете? Ну, выбирают, выбирают артисты, аааа, чтобы кому посвятить песни? Вот. Это первое. Второе. Так, значит, бывают через такие чудеса. То есть, это именно чудеса. Это именно чудо. Это именно вот какое-то, вероятно, исключение из правил, да, скорее, нежели чем, нежели чем, ну, постоянная какая-то история. И артистов много, точнее, не артистов, а зрителей, я так полагаю, что много, ну, на концертах. Вот. И вероятность того, что именно, вот, ну, именно кого-то конкретного, да, это, короче, короче, это как лотерея. Это как лотерея. Вот, если вы верите в лотерею, да, то есть, если вы, ну, если вы считаете, что лотерею реально выиграть, если вы готовы свою жизнь подчинить такому, такому вот элементу шанса, элементу, ну, случайности какой-то, да, если вы готовы это сделать, то, да, можно надеяться на то, что, значит, артист, ну, посвятит песню вам. Но, опять же, опять же, что изменится-то для вас, если он вам эту песню посвятит? Вы станете какой-то особенным, насколько, насколько это будет временно? Вот. Насколько, как, то есть, неужели вы считаете, что именно это определяет особенность и уникальность человека, то, что его выделил кто-то другой? То есть, если человек выделяет тот-другой, то это значит, что человек выделил. То есть, это не вы особенно, а человек выделил человеку, и человек, если он особенный, ему нужно свою особенность демонстрировать. А не ждать пока пассивно его выбрать. Это первое. Второе. Почему именно вас? Чем вы отличаетесь от других? Вы, там, вот чуть-чуть дальше, вы пишете, что у вас богатый внутренний мир. Так всё да, всё так. У вас мир может быть внутренний и богатый, но толку от него, если о нём никто не знает, если вы его не демонстрируете, если вы слишком стесняетесь, если вы слишком зажаты, если вы слишком подавляете себя. Толку от вашего внутреннего мира? Кто о нём знает? Как бы мысли читать люди не умеют. Дальше. Так, значит, Ордит, ну, к сожалению, никогда этой счастливостью не становилась я. А почему, к сожалению, Ордит? Вы на концерт приходите, чтобы что? Чтобы счастливее стать или на исполнителя любимого посмотреть? А что для вас исполнитель любви любимый, да? То есть, ну, кто он для вас, кем вы его видите, как вы его воспринимаете? То есть, это вот такая не менее важная история, на мой взгляд, на мой взгляд, да? То есть, ну, как вы воспринимаете человека, да? Как вы воспринимаете человека? А... Который, ну, вот, исполняет песню. Кем он вам видит? Не идеализируете ли вы его? Ну, дальше. И вообще, сидишь и слушаясь с таким, кажется, особенным, глубоким, одухотворённым выражением лица, то почему бы талантливому человеку со сцены не обратить на меня внимания? А он вас видит? То есть, вы считаете, что он вас видит? Он считает, что он видит ваше лицо? Почему вы выделяете именно своё лицо? Вот. Знаете, какая штука? То есть, вот, это очень важный момент на самом деле. Так, почему вы считаете, что именно ваше лицо является особенным? И тут у вас проклятывается мания величия, что, опять же, характерно для людей, которые, ну, как бы, имеют проблемы с самооценкой, да? То есть, вот, они так компенсируют, если я, если я себя занижаю, да, вот, ну, к примеру, вот, а если я себя занижаю, то я должен это как-то компенсировать, и компенсирую я это вот именно через манию величия. То есть, через такое, ну, такое чувство, да, что именно на меня должны обратить внимание. Пристально. Ладно. Ну, вот. То есть, это, опять же, вот, это нужно разбирать. Это, ну, то, ну, то, что реально нужно, нужно исследовать. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Да, я не гений, но ведь внутри столько всего сидит, если бы это заметили, если бы просто согрели теплом своего внимания. А от чего сидит? Как вы это выражаете? Что у вас сидит? Почему нуждаетесь в тепле? Итак, каждый концерт превращается не в наслаждение песни, потому что вы идите туда не ради наслаждения песни. А в ожидании вот я такая, такая сижу особенная. Почему же ты артист, известный человек, не обращается на меня внимания? А как вы демонстрируете ему, что вы особенного? Причем постоянно кажется, что мне это внимание нужнее других, если бы судьба послала мне это маленькое чудо мне как особенный дать. А почему, почему, в чем, в чем, в чем, в чем проявляется то, что вы нуждаетесь в этом больше других? Чем вы особенный, то есть, опять же. Отсюда нет, будни будные серые, все интересные люди проходят мимо, никогда не обращая на меня внимания. Это ваши будни, это вы даже тебя ведете, вы их не разнообразите, вы не раскрываете свой потенциал. Вы не проявляете себя, вы не проявляете свою активность, свою личность. Почему я сиду тепла с стороны часто чужих равнодушников и людей? Как правило, это эмоциональная отдаленность от родителей. Друзья, на всех, как обычно, нет по отношению к ним таких завычных ожиданий. Ну так, друзья, вы считаете равными себе, а вот только вы же интересны яркого, часто знаменитого человека, как тут же особое желание получить это внимание, его, конечно же, никогда нет. Что со мной? Ну, я полагаю, Ирина, я вам ответил на ваш вопрос. Вот, это... Вот, то, что, ну, это... Не прямо вот ответ, такой ответ, ответ, да. Это... Это... Скорее... Эм... Ну... Такая-такая... Такая... Предварительная оценка... Эм... Того, что... С вами... Происходит или... Ну, или происходит, или может происходить. Эм... Эм... То есть, здесь, конечно, конечно, нужно еще... Эм... Ну... Допол... Дополнять. Здесь нужно еще... Эм... Дополнение. Конечно же. Эм... Эм... Ну, пока... Пока что... Эм... Значит... Вот так. Эм... Это то, как... Как... Как вам... Эм... Можно... Можно ответить... На... На вопрос. Эм... Соответственно... Чтобы... Разобраться... Эм... С тем, что происходит... Ага... Эм... Нужно... Поисследовать... Эм... Нужно... Пообщаться... С вами... Вот... И... В общем... Я полагаю, что... Будет... Будет гораздо... Яснее... Что и как... Сейчас у вас... Эм... Ну... Что и как... Происходит... Вот... На этом все... Я надеюсь, что... Помог... Помог вам... Эм... Если вам понравился... Мой ответ... Эм... Будем благодарен... Если сделаете его лучшим... Эм... Эм... Если у вас остались дополнительные вопросы... Вы можете... Эм... Задать мне их в личку... Я буду рад помочь вам... Желаю всего самого доброго... И... Удачи! Н шlaitiac-но... Въех!